Меня зовут Сергей Гергель, вы смотрите Севаньюз. И начинаем с шокирующего случая избиения детей в Шимкенте. Няня, по данным прокуроров, до полусмерти поколотила двух малышей за то, что они ее, внимание, нервировали. От побоев четырехлетняя девочка впала в ком, у мальчик с тяжелыми травмами тоже оказался в реанимации. Наш корреспондент в регионе Ирина Абрамова сейчас на прямой связи со студией, и мы надеемся узнать у нее все подробности. Ирина, кто первым забил тревогу о том, что детей избивают? Добрый вечер, Сергей. Это были врачи скорой помощи. Именно они доставили четырехлетнюю малышку в областную детскую больницу. Девочка уже была без сознания. После осмотра медики вызвали полицейских, и сейчас всерьез обеспокоены ее состоянием. Синдром жестокого обращения, закрытая черепная мозга и травма, ушиб головного мозга, внутренний мозговой гематомы, множественные ушибы тела, это подкожные гематомы. Ребенок под собой без сознания. Сегодня общий состояние, питание тяжелое, угрожает жизни. Ребенок находится на обратном дыхании, на ИВЛ. На второго малыша, насколько я понимаю, вышли через его старшую сестру. До двухлетнего мальчика обнаружили полицейский, по адресу, с которого вызвали скорую для избитой девочки. По данным врачей, у ребенка тоже травмы, ушибы головы, а также множественные синяки по всему телу. Однако малыш находится в сравнительно лучшем состоянии, чем его сестра, хотя он все еще в реанимации. Прокуроры уже выяснили, что до полусмерти детей избила няня. Мать с 91-го года рождения, как следует из материалов следствия, надолго оставляла их с ней. Мать вот этих детей по имени Джайна составляет устный договор с женщиной Гульшахра о том, что она будет присматривать за ее детьми. За ее услуги она обещала оплатить 70 тысяч тенге. Сама мать работает в другом поселке, а эти дети были остальны в городе Чимкенте. При выяснении обстоятельств получения телесных повреждений, эта женщина по имени Гульшахра пояснила, что она их избила. Причиной избиения было то, что эти дети ее нервировали. По данным прокурора, излишнюю нервную няню теперь проверят психиатры. Но пока женщина, у которой, к слову, трое своих детей, водворена в изолятор временного содержания. Уголовное дело возбуждено по статье нанесения тяжких телесных повреждений. По ней женщине грозит от трех до семи лет лишения свободы. На этом пока вся информация. Студия. Спасибо, Арина. И держите нас в курсе этой шокирующей истории.